ловецкий приносит свои извинения я на месте ленту да 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 я вижу дмитрий сергеевич спасибо больше не хотят малыш нет его пытаются либо избрать либо не избрать вот дмитрий валентинович не отвечает дмитрий сергеевич начнем а анастасия александровна появилась это хорошо значит кто то из них слышит хорошо тогда начнем у нас был отложен по технической причинам доклад александра белого вот сегодня мы его послушаем пожалуйста александр включай этот самый расшаривай экран у нас новая какая-то немножко как она получилась да все в порядке да если чуть громче можно будет хорошо я свое фото убираю об не обещаю просто микрофон хиленький дешевле отчетливо говори пожалуйста да хорошо уважаемые коллеги добрый день доклад называется разностная схема с экспоненциальной сходимостью начнем вот чего традиционные разностные методы основана на полинамиальной интерполяции сеточных функций ну например формула разделенных разностей интерполяционный полинами ньютрон квадратура трапеция на линейной интерполяции формула симпсона на интерполяции параболы и так далее в общем случае для гладких периодических функций погрешность таких формул бывает как некоторая степень шага такую скорость сходимости будем называть степенной исключение составляет формула на высшей алгоритической точности что под этим понимается сеточная формула на сетке сына условия содержит 2n параметров то есть узлов и весов и они выбираются так чтобы сеточная формула была точна для полинома степени 2n без единицы хорошо известный пример это квадратура гауссской стопии такие формулы сходятся экспоненциально быстро то есть при удвоении n число верных знаков примерно удваиваться и соответственно описанные формулы используются в подавляющем большинстве методов составления раз на схем виноваты они все виды описанные наиболее популярны здесь я привел наиболее известные не разность на схем на базе указано все точно можно ну давайте кратко перечислим 1 это метод конечных разностей в котором просто производные тегралы грубо говоря заменяет разностными аналогами компактная схема это схема обеспечивающая высокий порядок точности при небольшом числе узлов шагов при помощи введения дополнительных параметров форме консервативные схемы хорошо известны интегро интерполяционные методы и бекомпактные схемы основаны на аппроксимации законов сохранения в тегральной форме полностью консервативные схемы это консервативные схемы для систем законов сохранения метод спектрального разложения это сведение линейной гиперболической задачи к системе эллиптических задач с помощью сеточного преобразования при метод прямых здесь рассматривается нестационарное уравнение частных производных в котором вводится разностная аппроксимация для пространственной части и тем самым уравнение частных производных сводится к большой системе уду которая дальше решается каким-то методом для удачи сеточные характеристические методы здесь записывают уравнение характеристик и решает того тем или иным разностным способом метод конечных элементов решение приближает линейной комбинации базисных кусочнополиномиальных методов методы коллокации решение представляет линейной комбинации базисной функции и решение должно удовлетворить уравнение в некотором конечном уровне точек напоследок так называемый синг методы они сводятся к методу коллокина со специфическим базис то есть функции синг со сдвинутыми макушками традиционных схемах отправила подавляющему большинстве используют интерполяцию полиному фиксированности поэтому такие схемы сходятся по степенному запасу погрешность побывает как n степени минус п где-то порядок точности если используется формула наивысшей лагерической точности то разностная схема сходится экспоненциально быстро то есть погрешность это экспонента в степени минус константа умножить на n класс таких задач довольно узок надежная реализация разработана для ясных случаев но например отметим работ константин кировича по линейным начальным и краевым задачам для уду для тинк методов область применимости более широкая хотя так и же линейные задачи для от у начальных краевые некоторые задачи лирование частных производных для этих методов доказана сходимость корень из n и в степени минус константа на корень из в данной работе предложен новый класс разных методов с экспоненциальной сходимостью то есть погрешностью бывает как n в степени q и в степени минус константа умножить на n подход основан на использовании сеточной интегралы каши здесь q имеется ввиду порядок старших производных этот подход реализован для ряда задач численного анализа таких как интерполяция дифференцирование интегрирования начальных и краевых задач для уду краевых задач для эллиптических уравнений начальных краевых задач для параболических и гиперболических уравнений данном обосновании предложенных схем разработана процедура сгущения сеток и апостер нормального контроля точности и проведена апробация этого подхода на тестовых и некоторых прикладных задачах начнем вот с чего с некоторых наводящих соображений допустим требуется вычислить интеграл по яичному отрезку от заданной функции fx под x запишем для него формул трапеции на равномерной сетке здесь же ката это високвадратурная формула погрешность такой квадратуры дается хорошо известной формулой эллира макклорен вот она привезена на слайд то есть слагаемая вида аж шакси на разность нечетно-производных пограничных соответственно для непериодически гладких функций погрешность это отошка если f от x имеет п гладкое периодическое продолжение то есть вместе с производными то порядок точности повышается на прошу прощения александр если можно мы чуть медленнее будем пусть лучше подольше проговорим эти результаты широко известны формула эллира макклорена например да да конечно я их пропустил спасибо есть я просто позволю себе к напомнить на вообще эта штука совершенно известно хорошо хорошо есть спасибо да вот из формулы эллира макклорена вытекает одно более интересное следствие если f от x функция периодическая то есть у нее бесконечно гладкое периодическое продолжение далеко видеть что все производные f порядка 2 м без единички в граничных точках сокращаются и получается что степенных членов погрешности не остается более тщательный анализ показывает что сводимость становится экспоненциальной пусть нас функция периодично на некотором отрезке мысленно продолжим на всю числовую прямую можем сделать замену переменной и перейти к интегралу по единичной окружности на комплексной плоскости вот этот играл выписан вверху слайда для этого интегралов по единичной окружности запишем формулу трапеции пусть например функция g который у нас получается после замены имеет полюс некоторого порядка q в точке z равна а на комплексной плоскости пусть для определенности модуль а меньше единицы это совершенно не принципиально может быть как внутри окружности так и снаружи вот конкретно этом случае имеет место следующая асимптотический точная оценка погрешности а главная асимптотика выражается формулой которая проведена внизу слайда важно то что при стриме щеки бесконечности мы получаем экспоненту степени минус что получается единицы нафт и построена вообще нет и формула на случай когда полюс не один а несколько порядок полюсов может быть произвольно и также построена в общении на случай когда положение кратности этих полюсов не извини правильно ли я понимаю что это недавние результаты и на наш результат который опубликован только вот в этом году спасибо спасибо еще можно будет потом и презентацию переслать и оттиск этой работы потому что она наверняка еще не вывешено на сайте конечно конечно спасибо спасибо давайте смотрим следующую ситуацию у нас имеется сеточная функция у n которая задана в узлах xn на единичном отрезке сетку произвольная до сетку как красиво так и стоим то есть она не обязательно равномерная как душе угодно проведем гладкий замкнутый контур c на комплектной плоскости ну например окружность радиуса r так чтобы единичный отрезок лежал внутри этого контура построим сеточное аналитическое продолжение функции от x на этот код для этого возьмем интегральную формулу каши хорошо известная и в интеграле каши заменим собственно интеграл квадратуры как написано на слайде формулять при этом пусть на контуре тоже равно n узлов на отрезке и получается что записывая равенство один узлах сетки по x мы получаем систему линейных гибридических уравнений относительно значений функции укатая на контуре мы можем решить эту систему и найти укатая на контуре это будет сеточное аналитическое продолжение функции ум с отрезка 0 1 на контур c дальше используя эти значения укатая на контуре мы можем вычислить у от x в любой точке x внутри контура с помощью той же сеточной квадратуры просто подставляем сюда тут x который нам нужно тем самым мы получаем интерполианту для сеточной функции у от x дифференцировали бы интегрирует интерполианта по x получим сеточные формулы для вычисления производной м того порядка вот они приведены на слайде то есть берем интеграл каши дифференцируем его и аппроксимируем интеграл квадратуры угады теперь я еще раз перебью тебя очень оригинальное и остроумное предложение ты его давно придумал или где-то подсмотрел я его придумал на самом деле очень близко к этому подобрались товарищи трех это новый доман который в четырнадцатом году опубликовали большой большой обзор в сиам ревью но они сказали что это идея тупиковая потому что если просто в лоб взять аналитическое продолжение точное и поставить фунтэграл каши то получается бяка получается огромная погрешность они остановились шаги от правильного ответа потому что они не догадались построить сеточный аналитический продолжить есть спасибо очень интересно очень дальше мы можем финцировать можем проинтегрировать и получить сеточные формулы по которым знаем укаты на контуре можем вычислить саму функцию производного первообразную в той точке в которой нам нужно внутри контура снаружи контура будет экстраполяция это штука с большой погрешностью выписанная это пока что замечательно будет работать для линейных соотношений да нет я не смотрю не линейный пример вернее пока я рассматриваю комбинации линейные комбинации обиноват что вы имеете ввиду но вот суммы у катоксикатов деленное на эти степени но суммы к это способ вычисления производные или первообразные в требуемой точке то есть это пока да это линейная операция дальше вы не для нелинейных мне не совсем понятно с вашего позволения дальше это покажу интегралка шит ли интерполианты сходится по закону е в степени минус конст умножить на n соответственно для m ты производный n в степени m на экспоненту степени минус конст умножить на n и первообразно несколько быстрее чем интерполиант тем самым мы получаем сеточные формулы которые позволяют вычислять производные первообразные с экспоненциальной быстрой сходимостью рассмотрим пример возьмем простейшую функцию моменту и вычислим для нее например интерполяцию на полуцелой точке производную в узлах 2 производную и первообразной на рисунке справа показаны погрешности по логарифическому масштабе зависимости от числа шагов сетки виноват числа узлов сетки это светлые маркеры здесь сплошная линия это интерполяция на полуцелу и штриховая первая производная штрих пунктир вторая пунктир и прообразно видно что в полу логарифмическом масштабе если так сказать пренебречь влиянием ошибок округления то есть откинуть правую часть графика прямые выход кривые выходят на прямые линии это подтверждает экспоненциальный характер сходимость она очень быстро и мы быстро упираемся в ошибки круглений для сравнения вычисляли все те же самые операции по классическим формулах 2 порядка точности это темный маркер но и видно что выигрыш по точности оказывается до 10 9 10 12 раз но соответственно такие интерполяции можно использовать для противного вычисления специальных функций затабулировали сеточное аналитическое продолжение после чего считаем при помощи квадратуры функция в нужную точку в случае многих переменных рассматривается очень похожим образом интеграл кафе записывается тогда по каждой переменной то есть становится повторным при этом расположение узлов исходной сетки то есть xn и ym запекатая может быть производником и соответственно такая интерполяция применима в областях сложных форм и взять и прямоугольных ну и приведем пример на слайде для нас случае функции двух перемен записан паттурный интеграл каши и записана его сеточная аппроксимация и то же самое для производной порядка по одной переменной q по другой переменной аналогично можно вычислить интеграл по прямоугольной области ну и можно использовать я даже не прямоугольные сетки а квазислучение сетки соболя либо теоретика числовой сетки корбулу тогда сходимость будет еще быстрее ну и рассмотрим пример вот случае функции двух переменных вычисляется интерполянта на полу целые точки и вычисляется лоплося ну и соответственно здесь тоже полу логаритмическом масштабе погрешность стремится прямой линии значит скорость сходимости потенциальная но и видно что уже на десятки слов у нас достигается теперь извини пожалуйста правильно ли я понимаю что силы и результаты получаются если сами функции с которыми мы работаем предполагается достаточно гладкими до функции должна быть аналитично все это кроме конечного числа и залет фанта . хорошо хорошо спасибо то есть здесь я брал примеры достаточно простые вы можете видеть что они не имеют даже полюсов да то есть не думал что далее на особой точке если у функции есть свои собственные особые точки это конечно будет влиять на скорой исходимости отдельный разговор это функции с негладкостями то есть со скачками или разрывом первых разборок это можно тоже рассматривать похожим образом но это требует специальных подходов и их пока реализовать не успел например например работе не сейчас не рассматриваются теперь если позволите перейдем правовой задачи для от 2 2 порядка рассмотрим задачу следующего вида некоторая функция f зависящая от независимой переменной x от решения о от его первой производной и 2 производной равно нулю то есть даже задано в неявном виде на отрезке 01 и для примера пусть будет граничный слой первого опять же проведем гладкий замкнутый контур c на комплексной плоскости так чтобы отрезок 01 решал внутри контура c видим сетку на контуре c содержащую n узлов столько же сколько на отрезки 01 запишем интегралы каши для самой функции для первой произвольной для второй произвольной аппроксимиру их квадратурный трапеций далее подставим эти разностные формулы для у у штриха два штриха в исходное поравнение и запишем это уравнение во всех внутренних узлах и смены далее подставим разностную формулу для у граничных условий в точках аналития получим оппоксимацию граничных условий итого получаем систему n нелинейных алгебрических уравнений относительно n значений функции укатая на контура c вот эта формула приведена на слайде внизу то есть у нас всего n точек первых последний мы пишем оппоксимации граничных условий подставляем их интегралы каши во внутренних узлах мы подставляем в исходный тифур аппоксимации интегралами каши для самой функции 1 2 производим эту систему решаем каким-то методом например ньютона получаем укаты на контуре и далее вычисляем от x в нужных точках отрезка 0 1 извини пожалуйста здесь чтобы я понимал метод решения может быть тот другой или третий любого нулевого порядка может быть верхняя голове веру до полу это уже другой вопрос и главное здесь точность вычисления или отыскания этих самых укатых какая точность достаточно отыскания укатых должна быть грубо говоря чуточку выше чем-то сеточная погрешность на котором рассчитывать но хотя бы чуточку этого достаточно во сколько хотя бы хотя бы на порядок вы рассчитываете получить от решения три верных знака но хотя бы начинка есть вот эту схему давайте назовем экспоненциально теперь давайте докажем что схема действительно сходятся экспоненциально быстро и для ясности изложения сначала рассмотрим частные случаи а потом вообще частный случай пусть будет такой у 2 штриха равно f от x то есть нелинейность зашита только относительно самого пусть существует точное решение пусть функция ум решение и f правая часть аналитично всюду кроме конечного числа изолированных особо не важно где да не важно пусть ближайшие из этих особых точек находится в точке а мы ее не знаем но просто давайте обозначим эту точку буква пусть существует сеточное решение его можно отыскать методом ньютона это наше положение теперь применим плюс-минус стандартную технику для этого составим разностные уравнения для точного решения заменим производной квадратурами для интегралов каши с учетом погрешности показано на слайде то есть производная ду м под x и это квадратура каши плюс ее погрешность главное точка погрешности выписано правее нас интересует м равное 0 и 2 2 производные с макетом здесь коэффициент альфа показатель экспонента зависит от особых точек от интегральных функций ими являются во-первых узлы сетки потому что очень на полюс во-вторых точка а который может относиться к самому решению априори мы ее не знаем теперь подставим эти выражения в исходную задачу и дальше рассмотрим первый аргумент правой части то есть у и немножко его преобразуем прибавим и вычтем квадратуру для интеграла каши здесь мы хотим выделить собственные плюс интеграл каши для погрешности сетка ты плюс отель то скажи пожалуйста зачем такой трюк нужен он нужен для того чтобы дальше подставить задачу линеаризовать считая погрешности за гранта и дельта малыми и вычесть исходную задачу и получить собственно сеточное уравнение погрешности а собственно у калитки на учебнике также доказывать сосходимость для обычной трехточечной схемы и краевой задачи а я просто взял и перенес на свой случай вот собственно результат подстановки линеаризуем по второму аргументу считаю погрешность заката и и дельта малыми оставляем нулевой член ряда тейлора и первый вторым последующим пренебрегаем как так далее дальше чтобы не таскать громоздкие формулы аргумент который стоит функции f и f по у я обозначил жирной точкой да и дальше пользуюсь таким обозначением окончательно выписываем разностные уравнения для точного решения в середине внизу середине а теперь из них я вычитаю разностные уравнения для численного решения и получаю разностные уравнения для погрешности то есть f точки сокращается остается f по у в точке на квадратную скобку справа вот то что получилось то есть подносить погрешности это теперь линейная система у нее матрица совпадает с матрицей ньютоновской итерации по нашему предположению эта матрица можно обратить не написать оценку для нормы сет так как внизу слайд написано то есть здесь норма обратной матрицы на норму дельта 2 то есть погрешность для квадратуры 2 производный f по у в точке на дельта 0 то есть погрешность квадратура для самоноса главный асимптотика дается из дельта 2 и отсюда возникает константа на n квадрата их степени минус минимум по альфе n здесь имеется ввиду то что альфа от этого показатель степени он зависит от . x узла сет и от особых точек сама функция поэтому написано минимум перестраховки оценка мажорантная но уж в общем случае делаем все то же самое только линеаризацию надо проводить по у по у штриху выписан окончательный вид разности поравнений для погрешности . здесь это несколько иное обозначение вот она и точно так же выводим оценку для нормы за мы получаем такой же папа то есть как естественно ожидалось у нас главный вклад погрешность это погрешность квадратуры для второй производства отсюда n квадрат сит вы результат извини я перебиваю бывают ли какие-то плохие случаи с матрицей когда ее обратимость или обусловленность там какая-то не очень хорошая обусловленность там действительно паршивая это слабое место всего этого подхода то есть если допустим для классической трехточечной схемы числа обусловленности это грубо говоря n степени три вторых по степенному закону растет здесь она растет к сожалению экспоненциально быстро не компенсирует ли это бяка те достоинства которые ты вложил не слишком ли она портит грубо говоря в принципе имеющиеся запасы на 16 битков как правило хватает то есть для линейных задач вообще легко на мерах этого достаточно ну а с более улучшенной оценки просто пока еще не рассматривал примеры которые покажу дальше особенно приклону нелинейным не пришлось считать на расширенный разрядность но изменяет меня то что по сходимости быстрой и значит даже если вы два раза расширить разрядность то есть лепите два числа на архитических действий на делать мало не быть можно считать просто есть теперь о контроле точностью будем скучать сетки и по x и по кси на контуре одновременно в одно и то число раз пусть все так числами извини еще вопрос в одинаковое число раз ты просто сразу на удачу сделал или тому есть какое-то разумное размышление у нас число узлов по x и по кси должно быть одинаково чтобы у нас не было не недоопределенности и перри определен да хорошо принято ну пусть у нас проведена проведена расчет на паре сеток получено соответствующее решение с значком и на значком 2 н дальше мы говорим что при сгущении сеток и двое у нас погрешность число верных знаков примерно удваивается поэтому у 2 н намного ближе к точному решению поэтому давайте возьмем и ним у н с у 2 н и получим оценку погрешности через их раз и их функции это действительно хорошая это на заметить что она относится к предыдущей сетки для следующей сетки 2 и можно построить более сложные оценки и похоже делали для квадратур но шучник они громоздки я в принципе это возможно риск позвольте апробации рассмотрим тестовый пример с известным точным ответом от 2 штриха равно о в кубе есть степени минус 2x берем точное решение экспонента граничные условия сдаем по точному решению и на рисунке справа приведен график погрешности от зависимости от числа узлов по логарифмическому аштабе кружочки это экспоненциальная схема видно что значит темные кружочки это погрешность относительно точного решения мы посчитали сеточные вышли из точного это наша настоящая истинная погрешность видно что кривая стремится к прямой значит скорость убывания финансальная нерегулярность в начале обуславливается влияние множителей n квадрат но тем не менее три знака у нас получается уже где-то в районе примерно 7 узлов ошибки округления той знаков 14 это полтора десятка углов соответственно можно посчитать количество арифметических если которое на для вычисления этого решения она небольшой несколько суд для сравнения проводился расчет по классической трехточечной схеме это треугольник мы видно что выигрыш по точности класса 10 раз и более теперь давайте рассмотрим более содержательный пример задача о трансвуковом течении по каналу постоянного сечения имеется вязкий идеальный политропный газ который стационарно вдувается канал постоянного сечения на входе скорость газа сверхзвуковая из-за вязкости возникает против давления из-за чего скорость газа падает до звуковых значений имеются скорости на входе и на выходе и требуется определить как происходит сверхзвуковые имеются то есть заданы для этой задачи это наши выходные до при некоторых дополнительных предположениях из равней на гестокса можно вывести краевую задачу для удов которая приведена на слайде ну и соответственно ссылка на книжку через здесь у это скорость нормированная скорость звука нам показатели диабата вводится безразмерный параметр который характеризует ширину по грамм слоя то есть той пространственной области на которой происходит переход трансвуковой имя коэффициент вязкости ровно улице 0 плотность и скорость звука на входе у минус у плюс это соответственно граничные условия для скорости на уходе и на выходе теперь проведем расчеты для нескольких разных вязкости но по существу для нескольких разных эпсиум слева показаны графики соответствующих решений эпсиум правда 0 2 это условно вязкая среда 0 1 промежуточная 0 0 5 это всегда с малой вязкостью на рисунке справа показана оценки погрешности при тех же самых эпсиум точного решения у нас тут нету поэтому мы пользуемся только постареварными оценками здесь видно что чем более плавная кривая то есть чем больше эпсиум тем быстрее бывает погрешность по видимому решение имеется где-то особая точка положение которое зависит от и всего расчеты по экспоненциальной схеме это кружочки видно что по лагаритмическом масштабе погрешности бывает экспоненциально быстро точка высота и существует мягко время треугольники это расчеты по классической трехточечной схеме 2 порядка точности но видно что чем больше эпсиум тем больше выигрыш по точности ну и даже для эпсиум равного 0 0 5 выигрыш составляет практически 3 порядка то есть тысячу разу ну и при дальнейшем включении сетки понятное дело преимущество будет увеличиваться вот эту задачу мне пришлось считать на расширенный разряд проблема была особенно при малых активом то есть на жесткой задачи сказывается на плохой обусловленности соответствующей линейной системе можно ли по ходу дела либо в ходе решения поймать допустимые вот эти обусловленности когда идет хорошо и следить за точностью не апостериорно а в процессе вычисления этот вопрос пока не задавался ну смотрите вы допустим применяйте метод ньютона в ходе которого надо обращать матрицу это нас к итерации вы в ходе вычисления можете вычислить число ее обусловленности любом способом и спектральная и сопоставить со своей разрядностью и соответственно увеличить ее если вы выходите уже здесь за в принципе такие трюки добавить можно я думаю да вопрос уже настройки прикладной программы у меня костыльно ходульно чтобы это было грубо говоря апробация нового метода а теперь как можно обобщить важно то что в экспоненциальных схемах используется единообразная запись через интеграл каши для дифференциальных операций то есть производных для алгебраических выражений которые содержатся кому-то и для первообразных поэтому предлагаемый подход можно обобщить на следующий класс на разные типы граничных условий до урода третьего рода нелинейный уравнение высокого порядка но значит и примеры я выписал не четвертого порядка на каждом конце отрезка по два граничных условий виноват как при этом портится обусловленности при увеличении порядка производной я думаю что чем больше порядок производной тема условность а скорость увеличения прикинуть трудно нужно пробовать сотрудник значит если у вас высокого порядка у вас будет соответственно не n минус два внутренних узла и минус 4 чтобы о два еще по уравнение с каждого конца опять же для того чтобы система была кривые задачи для системы думы аналогично контур не отрезок одинаково для всех компонент системы сетку если угодно можно выбирать для каждого равна индивидуально ну и соответственно выбирать число точек чтобы получать полностью разрывные коэффициенты то есть слоистые среда в этом случае надо вводить специальные сетки по x то есть точку разрыва коэффициента обязательно должен попадать узел сетки по x точки разрыва постановки задачи исходной записываются условия сопряжения например если уравнение стационарной проводности как у самарского по классике но записывает равенство определенное значение температуры самого решения и теплового потока виноват не пробовали а если границы разрывов при эволюции движется ну как задачи степана или где настроить схему на этот случай я пока не пропал я понял о чем вы говорите вопрос непростой потому что тогда надо будет согласовывать на это значительное расширение будет области применимости да безусловно пока есть важность того что положение известное хорошо хорошо ваш вопрос напрямую переносится на задачи газодинамики с разрывными решениями с ударами его поют надо ним не меньше знакомы да я думаю что там но что будет составлять уравнение для положения разрыва и в этой точке заранее неизвестно да ну как задача степно делается в этой точке записывать условия спряжения мне кажется что это будет сложнее удастся или нет я пока затруднись может быть теперь если позвольте следующая задача это задача каши для утром вот она написана вверху слайда уравнение этого порядка соответствующим количеством начальных условий схема строится тем же самым путем то есть вводим вкладки замок и контур на комплексной плоскости так чтобы расчет отрезок лежал внутри вводим соответствующую сетку записываем интегралы каши для самой функции всех ее производных аппоксимировал формулы прописки на отрезке x вводим сетку содержащий n минус p внутренних узлов пишем p начальных условий в начальном узле и записываем аппроксимацию уравнение во всех внутренних узлах получили сеточную систему решаем ее тем или иным способом сеточная система выписана внизу слайда то есть как видите здесь подход плюс-минус единообразная столь с разницей что где и сколько граничных условий в чем была особенность исследования этой задачи теоретического на самом деле никакой особенности нет делается поэтому может быть этот слайд имеет смысл пропустить скажу полностью аналогично ну и в итоге видите норма погрешности за этот n степени п на экспонентов которые для перестраховки взята наименьшее из всех вот этих положений полюсов то есть ничего нового абсолютно ничего нового пример у меня хватило рук только на линейную задачу на скалярные 2 порядка но если у вас не линейный или тема принципе это делается на логично ну и соответственно кружочки экспоненциальная схема кружочки светлые это апостерер на оценке погрешности и видно что они слипаются то есть постерер на оценками практически не отличие матча для сравнения проводилась проводился расчет по схеме рогикот 4 порядка точности ну и преимущество видите достигает многих порядков 7 и более собственно 12 порядков 12 верных знаков никому не нужно нужно иметь три верных знака но очень быстро но 4 вот именно на этот случай я постараюсь ориентироваться весь этот подход да и куда сеточную систему можно будет решить практически на инженерном калькулятор обобщение естественно систему удову каждый сможет которых может иметь высокий порядок дифференциально алгебраические системы потому что опять же дифференциальные операции алгебраические соотношения записываются единообразно интегро дифференциальное уравнение то же самое просто место интеграла мы напишем аппроксимацию интеграла каши для первообразной так как было несколько слайдов виноват если вдруг интегра дифференциально становятся как это называется некорректными придется обычные методы регуляризации теле ими да скорее всего то есть под спутом мы исходим из того что задачи поставлены корректно теперь давайте переходить к уравнениям в частных производных начнем с эллиптических уравнений вот записана постановка линейного эллиптического уравнения совершенно абстрактном виде среда может быть не однородной по пространству они затрудной может быть не линейный поисковой функции например если у вас электростатик нет электрика область расчета предполагается односвязный насколько это важно односвязанность я думаю что это не принципиально граница там типа разрывы в отдельном числе точек конечном нету клювов и чего-то подобного да и давно чтобы не было проблем с какими-то негладкости нам нужна аналитичность все-то исключением конечное число сверху . если у вас границы раздела либо если какие-то клювы то вблизи границ раздела понятное дело будет излом решения сохранение теплового потока если клювы как сам характер так и характер сходимости да если у вас клювы либо углы то там возникают проблемы вот эти самые условия янтович кажется условно говоря условия на ребре нам решение растет с хитрым порядком нет полюс на эти самые от этих задач хотелось бы отползти собственно схемы строится примерно тем же самым способом то есть по каждой переменной вводится свой контур на контурах вводится сетки но например с одинаковым числом узлов соответственно количество искомых значений это не на степени p где по это размерная задача двойка либо тройка в расчетной области вновь вводится n1 внутренних узлов n2 граничных узлов так чтобы и нас плюс n2 равнялся на степени п дальше все производные уравнения представляются повторными интегралами каши как показано выше аппроксимеры с квадратурами уравнение записывается во всех внутренних узлах сетки далее записывается аппроксимация для граничных условий по всех граничных узлах получается система n степени п алгебраических уравнений n степени п искомого значения решения решаем любым способом какой нравится например ну вот на примере двумерной задачи с условиями первого рода вот я написал эту разностную схему вот здесь есть жирная точка обозначена вот такая скобочка x и крик и аппроксимация и здесь возможно наличие смешных производных например наличие конвективных слагаемых и ничем не отличается от предыдущих задач все проводится давайте рассмотрим пример вот линейная задача в прямоугольнике со смешанным производным право источное решение граничные условия правой части вычислялись по точному решению вот для наглядности это точное решение построено на картинке слева на картинке справа полученная погрешность и апостерер на центр то есть видно что здесь тоже слева это само решение это это само решение справа погрешность по логарифмическому масштабе зависимости от числа шагов все-таки темные точечки это погрешность относительно точного ответа светлые кружочки это апостерер на центр опять же видно что сходится экспоненциально быстро апостерер на оценке не отличима от фактической погрешности но и пресловутые три знака верных получается на сетке примерно в пять узлов пока что теперь давайте рассмотрим начальные краевые задачи для параболических уравн в общем виде вот написано задача которым который все это можно применить среда опять же может быть неоднородным по пространству анизотропный может быть и линейной поисковой функции но относительно области те предположения которые мы оговаривали на нигде пусть она будет односвязной без изломов клёв строится схема полностью аналогично вводим контур на нем записываем выбираем например одинаковые числа узлов на каждом контуре вводим нужное количество по узлов она в граничных точках области и на начальном условии так чтобы суп у всех узлов на начальном условии на граничном во все моменты времени и во всех внутренних точках равнялась число искомых значений функций вставляем производные виде интегралов каши аппоксимирован квадратурами записываем основное уравнение граничное условие начальное условие получаем систему алгебраических уравнений относительно искомых значений и решаем ее тем или иным способом пример для одномерной задачи с граничным условием первого рода как видите все действительно отдельно единообразно но обосновывается тоже точно так же как пример одномерное уравнение теплопроводности стейшая задачка задано точное решение по нему вычисляется граничный слой правильный само решение в зависимости от координаты и от времени показано слева справа показана полученная погрешность отметим такую вещь что задачка сама по себе является жесткой и соответственно грубых сетках возникает регулярная сходимость и жесткость плохая обусловленность очень сильно портит жизнь при использовании обычных схем здесь они тоже вполне способны впортили жизнь что мы видим на этой задачи в сравнении с предыдущей но на достаточно подробных сетках кривая стремится к прямой линии а по остеренно оценке практически не отличим от физической погрешности призна три верных знака после запятой получается на сетках по 7 узлов по каждой переменной точно так же начальные краевые задачи для китрополических уравнений здесь разница только в том что теперь ни одно начальное условие а 2 соответственно выбираются и на 1 и 2 и 3 то есть число выловно во всей внутри расчетной области на начальном условии и на граничном условии и больше никаких отличий варь если написал одну программу то второе получается из них а методом перестановки строчек ну не так легко но да понятно ну и простейший пример одномерное уравнение на отрезке и вот слева вот оно x кубик косинус спит справа соответствующие погрешности справедливо все те же самые выводы что и предыдущих задачах и если позвольте давайте посмотрим дальше несколько заключительных замечаний во-первых при расчете нелинейных задач возникает проблема решения нелинейной сеточной системы эта проблема общая для всех сеточных методов потому что если мы знаем начальное приближение мы можем воспользоваться там например методом ньютона или чем каким-то словом будет легко в реальных задачах мы не имеем представления характера решения соответственно систему над как-то решить это проблема не только данного подхода но и вообще метод ньютона в свою очередь очень чувствительный к выбору начального приближения особенно в жестких задачах ну хорошо известно что у него область хотим сетфрактал соответственно для приложения требуется какой-то более надежный метод решения сеточной системы детальное рассмотрение то вопроса выходит за рамки тоннера был в идеале не месяц такой операционный метод который бы сходился с произвольного начального приближения пусть не очень быстро пусть неважной точностью но он почти гарантируем да почти гарантируем сходимость получив какое-то разумное приближение к решению мы загрузили бы его в метод ньютона и получили бы быстро сходимость при помощи ньютона далее сеточные системы как уже отмечалось для экспоненциальных разных схем является плохо обусловлены но и вот те оценки скорости нарастания числа обусловленности которые я уже приводил и он степень 3 вторго для трехточечных схем и он степень 5 вторых для пятиточечных и так далее финансальных схемах рост числа обусловленности и экспоненциальных в некоторых из приведенных примеров конкретно в одном то есть используют расширенные разрядности на самом деле проблема это не только предлагаемого подхода но и зачастую многих традиционных схем и поэтому целесообразно проводить расчеты с одновременно скучением сеток и увеличением разрядности грубо говоря ошибки округления можно трехтовать как случайно погрешность а сеточная погрешность аксимациях систематическую тем самым мы одновременно сгущаясь эту увеличивая разрядность уменьшаем обе компоненты погрешности и систематическую и в случае и в принципе это позволяет проводить расчеты с наперед за данную точку на мой взгляд такой процедуру надо внедрять вычислить наконец при составлении схемы у нас есть несколько степеней свободы одна из этих степени свободы это размер и форма контура который мы используем погрешность экспоненциальной схемы убывает как n степени p и в степени минус альфа и порядка старшего производства коэффициент альфа зависит от расположения особых точек самого решения особых точек функции f как функции всех аргументов например x у у штрих у два штриха и в третьих узлов сетки xf которые являются особыми точками для подинтегральных функций в интегралах каши первые два фактора для нас априори неизвестны а вот на третий фактор мы можем в принципе влиять выбором контура c если ближайшими контур особыми точками является острый цены то он может что если у нас есть контур и ближайшими особыми точками к нему являются узлы x1 а мы можем увеличить контур и это ускоряет сходимость то есть но при этом надо конечно учитывать что вы значение искомой функции и и по производной на контуре тоже сильно растут возьмем например экспоненту и посмотрим ее на окружности кратиуса например единица или пятерка есть если у нас будут большие производные особенно на мнимых направлениях чтобы проиллюстрировать вот этот эффект проводились расчетом задачи каши с разными размерами контур и они эти самые размеры показаны около кривых на графике построена по грешности зависит от числа ну допустим вот для контура размером двоечка самая верхняя кривая по расходимости выросла еще увеличить скорость сходимости еще красота а начиная с увеличение прекращается именно потому что там очень большие производные на этом салкон достоинство компенсируется да просто нужно видениями до бы быстро осцилляться решение на контуре чтобы разрешить надо увеличить количество узлов все-таки на этом контуре ну и короче говоря достоинство теряется поэтому но без без контроля увеличивать смысла нет если у решения есть какие-то свои особые точки то мы можем увеличивать до тех пор пока ближайший из этих особых точек не начнет влиять на погрешность решения мы упремся в потолок и дальше как они могут влиять почему вот это альфа который показатель экспоненты это расстояние до ближайшей собой . вот как только вот как только мы подобрались как только ближайшей особой точкой становится какая-то другая и не узнал эксцена она переда тебе эту функцию ну и собственно все всех за внимание спасибо если можно прежде чем другие вопросы будут у меня такой вопрос начало было достаточно таким в темпе алюром пройдено а для каждого контура или каждой задачи сколько раз рисуются контуры подбираются контуры и вычисляются контурные интегралы я не уверен что совсем понял ваш вопрос давайте возьмем ну например клевую задачку я один что нарисовал контур но он сразу удачный а если неудачный то мы его подбираем а постериори по результатам каких-то оценок то есть все править возможно надо будет хорошо значит выбрали контур может быть потом придется поправить если мы научились его выбирать мы сразу выбираем хорошо сколько контурных интегралов придется брать по одному на собственное решение и каждого производства что значит собственное но смотрите для пишем контурный интеграл для у аппроксимации а у штрих для у 2 штриха они написаны в аргументах функции да 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 они отличаются только знаменателем а вот у них ведь одинаковые то есть набрал все укаты и этим исчерпаны необходимости контурных интегралов и любую характеристику вашего решения есть спасибо большое у других слушателей какие будут вопросы какое-то подозрительное молчание никто не хочет ничего спросить все все поняли александр огромное спасибо мне и результат понравился и доклад очень хороший и я по прежнему прошу прислать и презентацию и отчиск вот этой статьи который ты опубликовал со своим учеником там есть только один нюанс по каким-то неведомым причинам наши журналы перестали издавать русский вариант из английский вышел а русский да 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 они с запозданием чуть ли не на два года год-полтора где-то так и появляются в е-лайбрэй а не на сайте журнала в матнете е-лайбрэй появляется раньше они вообще не вышли нет ну потому что недавно потому что этот ваша спасибо большое тогда а большое большое спасибо докладчику большое спасибо дмитрий сергеевич который это все организовал большое спасибо всем участникам семинара будет ли у нас еще одно заседание мы пока не знаем но наверное одно еще состоится в этом семестре спасибо до свидания до свидания дмитрий сергеевич ты на связи ну мы выходим тогда а дмитрий сергеевич отключит это когда будет на то возможность еще раз до свидания и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...